МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот есть дерево сложено, целлофан, который впоследствии сжигается и закапывается по практике. В этот тепличный комплекс людей в погонах привели совсем не аграрные пристрастия, а скорее беспокойство за экологию. Со стороны картина напоминает свалку, горы строительного хлама и куски целлофана. Но нет, предприятие это сельскохозяйственное. Овощи вращаем, капуста, картошка, помидоры, огурцы. Эта продукция попадает непосредственно на республиканские прилавки. Выращивание круглогодичное и зимой, и летом. Впрочем, безопасны ли овощи – еще под вопросом. Во время проверки эксперты Россельхознадзора обнаружили упаковки от сильнодействующих химикатов, например, аммиачная селитра и азотное удобрение. В организм попадают человека, допустим, превращаются нитраты в нитриты. Они разносятся кровью, кислород, кровь не поступает. В общем, люди заболевают на этой почве. Это страшно. А азот надо вносить только после проведения агрохимического обследования. После того, как нужен ли вообще азот, потребность, какой дозы вносить. У нас практически здесь без учета этого вносится все. Теплицы размером в 10 гектаров обслуживают 8 граждан Узбекистана. Судя по всему, люди трудолюбивые и крайне неприхотливые. Условия быта поражают. Полуподвальная комната, здесь и печная труба, и что-то похожее на нары. Где вот они вообще, где моются, где у них вообще санузел? Здесь, я понимаю, здесь спят, наверное, и в основном проживают. Вот. Спят, грубо говоря, на поролоне на каком-то и на картонках, настилы какие-то. В результате надзорники собрали для экспертизы образцы почвы и овощей. Если все же будут обнаружены вредные вещества, предпринимателю грозит штраф в десятки тысяч рублей. Не возникло вопросов сегодня лишь у сотрудников ФМС. Все документы у иностранцев в порядке. Впрочем, нарушения еще могут быть. Только в этом, у Стабаканском районе, подобных комплексов с гастарбайтерами семь штук. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В выходные экстренные службы сразу двух регионов были подняты по тревоге. Спасатели искали 12-летнего мальчика, заблудившегося на горе Борус. Группа туристов из шести человек проводили выходные на таежном маршруте. На одном из переходов мальчик незаметно от всех отстал. Тревогу забили родители. Они хватили своего сына в шесть часов вечера в субботу. Мальчик сбился с тропы и ушел в сторону. Как выяснилось, позже на три километра. Сразу обратились за помощью к спасателям. К моменту прибытия бригады из пяти профессионалов, мальчика разыскивали специалисты спасслужбы Красноярского края и местные добровольцы. Мальчик, его зовут Николай, провел в одиночестве 14 часов. Ночевал в лесу. Спасатели оценили рельеф местности и прочесывали лес на наиболее вероятном участке. Ночью не видно следы, следы потерявшегося, поэтому искать малоэффективно. Тем более, что человек может спать. У этого ребенка был с собой спальный мешок и палатка, поэтому мы сразу предположили, что, скорее всего, ночью он будет спать. Так оно и оказалось. Он с рассветом начал уже ходить. И мы голосом нашли его. Мы кричали, он кричал. Мы его нашли. Станция Ербинска отметила сотый день рождения. Сам праздник провели вечером на стадионе. А днем местным жителям преподнесли дорогой подарок. Открыли врачебную амбулаторию. Обо всем по порядку Олеся Калиниченко. Строительство железных дорог в Сибири подарило жизнь многим населенным пунктам. Один из них – это станция Ербинская. 10 августа здесь отметили 100-летие со дня образования поселка. Летом 1913 года сюда прибыли первые рабочие и приступили к возведению железнодорожного полотна. А спустя 13 лет по этим путям прошел первый поезд. Железнодорожная станция и в наши дни играет важную роль в жизни поселка. Для местных жителей это в первую очередь рабочие места. Сегодня в Ербинском проживают около тысячи человек. Все они ко дню рождения станции получили дорогой долгожданный подарок – новый фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство начали за счет местного бюджета, закончили работы благодаря помощи правительства республики. Наконец-то у нас вот такое красивое здание открылось. Мы вообще неимоверно рады. Приблизили амбулаторно-поликлиническую помощь к жителям станции Ербинская. А то им приходилось ездить на прием в поликлинику города. Теперь здесь ведут прием два раза в неделю педиатры и три раза в неделю терапевты. Поздравить жителей станции Ербинская прибыл глава региона Виктор Зимин. В Доме культуры он встретился с местной молодежью, где еще раз напомнил, насколько важно для республики, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Хакасии. Дать вам жилье, дать возможность построить свой дом, кредитную политику правильно сделать, поэтому строительство. Но, естественно, земли выбрать не из лучших. Это касается каждого. Муниципальное образование, независимо. Бакана, Черногорска, Скиза, Сворска. Там некому удобно. Основной праздник развернулся на местном стадионе. Размах у гуляний мог бы позавидовать любой небольшой город. Аттракционы для детей не пустовали. В последнее время в Ербинском наметилась неплохая тенденция. Молодежь перестала уезжать в массовом порядке. Раньше у молодежи в основном в городе убывали. Сейчас наоборот прибывают, дома строят. Много молодежи сюда. Благоустраивается хорошо, освещение постоянно. Вот едешь вечером откуда, или Сворск, или с Абакана, полностью освещенно. Сейчас асфальт хороший приложили, вот центральная вокзальная улица проезжала. Но меняется хорошо, к худшему все. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Сегодня глава Хакасия встретился с коллективом абаканского хора Лира. Который привез золотой и серебряный диплом из престижного конкурса фестиваля в Германии. Уровень фестиваля был как никогда высок. За звание лучшего состязались более полусотни хоров со всех континентов. Главной номинацией, которая является академический хор, у нас золото. Потому что академическое пение требует очень большей точности. И совпасть, вот в жюри сидит человек 5-7, нынче 7 сидел членов жюри. И попасть на ухо каждого, это очень сложно. Это не первый успех Лиры. За 15 лет существования они завоевали большое число наград на международных конкурсах. Вы гордость своей школы, всей Хакасии и России. Многие выпускники Лиры продолжают свое обучение в ведущих учебных заведениях Российской академии музыки имени Гнессиных, Уральской государственной консерватории и других. У вашего хора активная концертная деятельность, интересный разнообразный репертуар. Виктор Зимин поздравил коллектив хора Лира с победой и сообщил, что руководитель коллектива Нина Шакирюк представлена к ордену за заслуги перед Хакасией. 43 интернах Хакасского госуниверситета сегодня получили дипломы. В течение года молодые люди проходили последипломную специализацию в больницах республики. И вот теперь готовы самостоятельно приступить к лечебной деятельности. На встречи с выпускниками побывала и наша съемочная группа. Хакасия – один из самых малообеспеченных врачами сибирский субъект. Несколько лет назад из республики уехало почти 40 докторов. Для небольшой территории это весьма ощутимая потеря, отмечают представители Минздрава. Мы испытываем на сегодняшний день дефицит во врачах в пределах более 700 специалистов. За прошлый год на территорию республики Хакасии пришло 84 врача. В этом году прогнозируемое число больше 120 специалистов. То есть мы за два года должны пополнить свои ряды практически на 200 человек. Частично умерить кадровый голод помогут 43 интерна ХГУ Минникатанова. Большинство окончили Хакасский госуниверситет, кто-то Медвузы других регионов. Но все проходили интернатуру в нашей республике. Ольга Гаймулина проходила последипломную специализацию в стенах Абаканской городской больницы. С 1 сентября врач начнет вести терапевтический прием в Черногорске. Во время интернатуры мы вели палаты, нам давали по две палаты с больными. И мы с Анной каждый день ходили на обход, назначали лекарства. Но все это было под контролем со стороны заведующих отделением. Мария Шерегова окончила Астраханскую государственную медакадемию. Покорять Сибирь приехала вместе с мужем, тоже выпускником Астраханского медвуза. Сегодня он работает в республиканской больнице имени Ремешевская. Уже в сентябре сюда придет в терапию и Мария. В планах получить вторую медицинскую специальность. 9 сентября у меня уже учеба в Иркутске начинается. Меня в республиканской больнице на специализацию по нефрологии отправляют. В амбулаторном центре гимнезиальной забуду работать. А вот для Романа Хрести на рабочем месте Матенги станет операционная. Молодой человек, говорит, получил по-настоящему мужскую профессию хирурга. Приходилось ассистировать вторым ассистентом, первым ассистентом хирурга. Ну, к концу интернатуры уже сами оперировали. Я буду общим хирургом. Декорации, которые проводятся на брюшной полости, грудной полости, ноги, руки те же. Помимо терапевтов и хирургов в больнице республики этой осенью отправятся рентгенологи, гинекологи, анестезиологи, неврологи, офтальмологи, один онколог. Почти треть из них будет работать в сельской местности. Здесь для молодых специалистов сегодня активно строится жилье, улучшается материально-техническая база больницы ФАПов. Между тем, немало докторов останется и в столице республики. Наталья Громашова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. И напоследок о погоде. Согласно информации Хакасского гидрометцентра, сегодня во второй половине дня и в течение суток на территории республики ожидаются сильные дожди, местами ливни, град, усиление ветра возможно до 20 метров в секунду. Пролевные осадки могут стать причиной аварийных ситуаций местного уровня, таких как обрыв в линии электропередач или несвязи, падением слабо закрепленных конструкций. Возможно, перебои в работе автомобильного транспорта и дорожных служб. Специалисты призывают граждан быть осторожными и без надобности не выходить из дома в непогоду. Из новостей у меня к этому часу все. Сразу после вестей смотрите рубрику интервью. На вопросы Алексея Гончаренко ответит Сергей Машуков, руководитель управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тува. А я с вами прощаюсь. До встречи завтра на канале Россия 24. Субтитры подогнал «Симон»